МОТОР Два аккумулятора Бошевские Понятно, столько энергии этой тачке надо Сделано в России Руль немножко так что-то на Волговске мне напоминает Ну, в принципе-то один и тот же завод Короткоавтомат тоже видим Велюровая Немножко уже попроще Внутри все это Стоит дела Ковер там все дела Кожа Под дерево Просторный салон, конечно Шторочки вон на окнах Теппик ковровый такой Это для ассистента Ништяк Такая вот Чайка Такая вот Тут еще одна Волга ГАЗ-21 С закуской Цвет оригинальный То, что попросили Что это были я и ты Теппик Теппик Привет, пацаны Привет Красивая машина, да? Да Вообще четкая Да Моя мечта Теппик 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 Прощен 65-й год 75 ФС Эти все за мир и за дружбу Орут Пацаны гордые такие Сидят в машине Ты чё? Такая раритетная Здесь москвич видим 79-й год 75 ФС 2140 Как у моего Дяди был Только оранжевого цвета Классный 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 аппаратик Моё детство в нём прошло Такие же были колпаки Так же было написано Реэкспортный был вариант Шикарно Здесь ещё Волга ГАЗ-24 Белая С русскими номерами Чё, прям с России приехали что-ли? Или так? Да, с России С России, да? Своим ходом, да? Ну а чё ж... Ебил что-то Можешь выехали в ночевую Можешь приз получите, да? Да, вот я и жду хожу Тут круги делаю Мотор от УАЗика тоже Одинаковые они стояли Или? Я думаю одинаковые Я работал на УАЗике Директора мне конечно не дали возить Слишком молод был И глуп Ну может ты возил весь и директора? Не, я возил этого ветврача Ветврач сам на коню ездил Чё ты расскажешь мне? Ну, у кого на коню, у кого на лазике У нас в деревне на лошади ездили Су-у-у-у Можешь Волга продаётся Мой шестой год Цена договорная А я читаю вот, что продаётся машина Где он? Сколько он написал сегодня? Ничего не стоит. Только год. Он написал Суперкаф. Ты сейчас спроси, сколько он хочет. Интересно, чего загнет. Мне две штуки такие предлагают здесь. Там на юге Германии, да? По четыре каждая. Скольки ступенчатые. Не знаю. Не интересовался. Работы много там. Вот еще в Гарбата Запорожье. Масочка. Аккуратно все. Смотрю, он ко мне. Мужик. Да мы заблудились. Да мы так и так. Ты его-то... Польский номерач. Польский номерач. А другой уже... Я езжу там, где волки срать боятся. Вот понятно. Отлично. Это как раз про него. Нет. Там опять волки волки волки. Ладно, перейдем пока сюда. Тут уазики у нас. Газончики. Вот на таком я работал. Вообще шикарный. Противотуманочки. Знакомые, да? Чуть-чуть не такие, которые в армии сперли. Вот такой уазик. Он такой высокий даже. Я уже отвык от него. Руль всегда чуть-чуть в сторону смотрит. Вот это меня всегда как-то смущало. А так, в принципе, все. Да, все. Ну, салон кожаный. Это уже, не знаю, я наверно водил, конечно. Вот. А так все, как оно и было. И запах вот этот вот. Жарко. Бензином пахнет. И вот. Абсолютно натуральный запах. С таким вот апологом у меня был тоже. Двери такие простецкие. Замки простецкие. Такой уазик. Земля тоже наша. Здесь мощную эту царку сделаем. Юра тоже. 78-й год, 90 лошадей. 469-ый. Вот этот вообще гвардейский. Козлик, по-моему, его называли Все знакомое Брежнев КГБ СССР Беломор Фляжки Да-да, я уже его снял, да? Смотрю Я просто так оглядываюсь У моего друга была такая Передок вот от нее, кабина от 51-го И сзади наварили еще вот этот вот Не от Мерседеса, а сзади наварили Будку от пирожка Трехскоростной был Ох, мы горцали на нем А он с какого года? 64-го 64-го года, ну вообще в оригинале Вообще Как будто только завода Как будто только за годы Девочка, тебе только 18 Ну да Молодцы, да? Я всю зиму тут терплю Он никогда не выезжает во время дождя Ну понятно, зачем Ну ведь я, конечно, так пас Ну понятно Пояснял я оригинал А вообще история этой машины Откуда она? С Будапешта С Будапешта, да? В Ангре, да, Будапешта? Я с 72-го Туда с Уралом С геологом Туда? В Будапеште? Нет, а там Проблема 90-й Все разлетело С 71-го Он считает Максимально допустимые скорости езды Стоит прямая 90-ая 45-ая Первая 25 Нет, стоит прямая 90-ая Да, это понятно Задний ход 20 Это, конечно, для таких машин Это нереально Это Он сразу с выкателем Могу кончить, да Флаг тут вон с ледяным Да То есть знамя Оригинальное знамя, да С крыши Неужели так было сделано? Да Оригинальное Они очень редкие Ты смотри, а Тут же канистра ЧК 52-го года На 5 литров Завод Ростов Красивый, красивый Респект Давай, давай Тут КГБшная Волга Велюровый салон Тоже Какие-то музыкальные боксы Флаг СССР Врожденный в СССР СССР Лев Восемьдесят девятый год 90 ПС Вот еще одна черная Волга Да, техника нового Немало техники Всю не обойдешь, наверное Синяя Волга Красивая Зеленая Большинство все с нашей земли Вот посмотри, а там уже стоят Конечно, но не в черном Еще одна двадцать первая Вообще какая-то старая Решетка Решетка вообще такая Массивная Сейчас посмотрим, что за год Так, шестьдесятый год 2.5 мотор 95 ПС Это да, одни из первых Троечка красивая Голубенька Вот такая у них Лапуля 83-й год 2103 Шикарная Шикарная Еще одна Тоже старая Тоже 60-х годов Я думаю Ничего не стоит Почему-то Ну ладно Голубой козырек Такой еще Вон с пидометром Голубой циферблат Вообще красиво Тут черная Ох ты Глаза разбегаются Руль типа слоновая кость Червоний Старинный Вон корчит А тут уже розовый козырек И розовый Розовый Скидон Это такой Получается Чемнотон Здесь так Допустим Решетка уже Другая Потоньше Стали эти Ребра Так же Как и Той Вот Тут вон Еще и катафот Габарит Дальше Дальше Пейка Волга Что такая Волга Такая Волгой цвет У нее С русскими номерами Зеленая Крыша Еще одна Волга Тоже машинка вон впаяна В ручку Переключателя Скоростей Типа Кожаный Салон В Гибрии Тоже продает Там Хаубей Бутский Или что такое Ну проще Всегда Когда Позвонить Значит Он Солго Что подскажет Наш Салон Нормально Нормально Салон 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 Опять Жигули Троечка Вообще В отличном Состоянии Салон 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 Сзади Вон Радио Лежит Это Секло 2101 Стоит Дыш Руль Такой Тонкий Прибор Даже Красная Сумка Кожаная Здесь Лежит Красиво Красиво Термос Красненький Радио Вот 2106 Видишь Как ее и не было Нет Вот 216 Больше хрома Больше хрома у нее было И мотор Лучше был А у нас И мотор По-моему Мотор тоже изменил А у Бати Балашка Ну вон Напротив Шестерка Стоит А внешне никак не отличается Отличаются Именно вот здесь хром Полностью хромированная решетка Больше хрома здесь Больше хрома на На бампере И сзади тоже И они раньше еще Как бы вы сказали Шестерка уже пошла После пятерки Да Это раньше Это раньше А та позже уже Если я конечно не путаю Ну похоже она на На шестерку Да-да Шестерка там и стоит А я думала Если лучше Значит это позже Как бы логично Нет? Не всегда Вот позже Зубила Да? А да Ну это точно Позже И они конечно Крутые в свое время Были Но я когда здесь Сел в нее Это был ужас Для меня Это был тихий ужас Вот это внутри панель Да не сказал бы я А что это за связь? У цвет мокрый асфальт Вроде он назывался Так и есть Бандитская машина Да-да Ну как у нас Бандитская А на везде была Ну маленькая не помнишь что ли Точно такая Она везде была Ну как? Ну мне они не это Вот я когда залез Уже здесь Ой ужас Вот эта панель Все пластмасс Не Вот эти намного Интересно Конечно У них и мягкая У меня здесь пятерка черная была Да? Вот ездил на ней Я на прошлой неделе ездил там смотрел Восьмерку такую Думал возьму Он ее за 250 Делал Всего да? Ага Приехала она Он ее короче в сарае держал А потом в теплицу загнал Кидал на нее там коробки Я говорю Заводится хоть? Он говорит Ну заводилась А сейчас я говорю А сейчас не знаю Пять лет не заводил Я так Посмотрел думаю Это за 250 Я куплю что-то не полностью Делать Переварить Мы сейчас вон чем занимаемся Мотоциклы Советские Пятера Я на Яве ездил Ява была Что тоже думал Ява уже Выкопать Найти Маскевич Без надписей 408 Все простенько Атлас автомобильных дорог СССР А мне подождать 408 Саня Сейчас 412 был Уже попозже Может другой иззади будет? Вот 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 Так Ну вот Москвич 1.5 Суперлюкс Который Как бы Считалось Что шел на экспорт У нас в деревне Был такой Даже по-моему Такого же цвета Помню я Тут уже немножко Панель такая Усовремененная По сравнению С 2140 Простым Хотя это тоже 2140 АЗЛК У него решеточка Уже другая Пластмассовые Эти С нержавейки Также Бампера Вот такой экземплярчик Симпатичный В принципе В хорошем состоянии Вот Еще либо Так Еще один 69 Военный 67 Семплярчик Выпуска Сделано В СССР Не видно Отсвечивание Сильно Поторг Такой Простецкий Четырехцилиндровый Доброго Доброго 29 мая Это все Смотрим И три Очень все Просто Крули от какой-то Болгар Спение Святое дело Нельзя работать Спение Такие миниатюрные Там концерт Будем делать Концерт Делаем Ну мы делали Павел Метанат Там еще Волги, черная Волга. Тут Мерседес, польская, польская, польский ФИАТ. Слышно курва, да? Похоже на Жигули. На тройку похоже сильно. Панель чуть другая, руль другой. Все, формула, грифы вместе. Кузов. Идем дальше, посмотрим. Так, ну, в принципе, уже все так обошли, как бы. Но кое-что мы не заметили, это факт. Тут оригинальный, вот, мы видим ГАЗ-69, который служил... Германский, демократический. Разбирать надо. Да, тут... 64-й год, обалдеть. Ну, тут все, конечно, в оригинале. Руль вот этот наш, щитки приборов, все. Масло написано, вода. Педаль газа, вот, помню, я вот такой вот все. Это педальки вот эти, которые утопляются в полик. Там, то ли стартер, то ли подсветка вот эта вот, я уже не помню. Вот, коробка какая-то. Вон этот термос даже специальный для еды. Палочки регулировщика. Три моторчика для щеток, стекол. Парад такой. В оригинале. 69М. Канистра сзади. Стопари, правда, уже другие. Такая форма была у них раньше. Прикольно. Москвит 401, 55-го года выпуска. 38 у него лошадиных сил. Тоже такой помню. Опель Олимпия, бывший. Во-ка. Вообще все простецко здесь и мало места, так узковато. Вон, конечно, такая коробочка. Педальки вон такие миниатюрные тоже. Вот это что, ручник что ли? Торчит палка. Вообще тут, да? Тут залезть даже уже сложновато будет. Даже для меня. ОПЕЛ Олимпия. Да. Форд Мцвайтен Крик. Вывод с одним стопарем. Бензопарк здесь. А потом уже. Слона-то я и не примедил. Зил здесь стоит. Оригинальный. 130-й, бортовой. Все формированные машины. Все там олд-скул. Паркоп. Как ты назад? Ты передом туда? Туда передом. Вот он такой. ОПС! ОПС! Это наш цвет. Бак такой. Помню все, да? Что? Пульно. Хорошо? Хорошо. Я до такого не дорос. Только до 53-го тогда. Ну-ка посмотреть. О, в салоне посидеть в родном, а. Ой, как прикольно, а. Вообще. Мне как шоферу это. Бальзам на душу, а. Вообще такое прикольно. На Зиле я всегда хотел работать. Но у нас их давали уже заслуженным работникам. Серьезным, а не молодым, неженатым распиздяем. Вот к чему я это. Запрещается выключать двигатель при движении накатом на спусках во избежание бля-бля гидроусилителя руля. Резак потеряет. Пепельница. Вон оригинальная, пожалуйста. Вот это, конечно, техника. Ну, это бесспорно. Вот. С большой буквы причем. На века. Машина на века. Руль такой. Ручник мощнейший. Тормоза эти, я помню, как они там. Пшшш. Сцепление. Газ. Все такое жесткое. Жестковатое. Реле. Капот открывать. Замок зажигания. Четко. Переключатели поворотов. Все так. Жестко сделано. И обшивка, конечно. Кабина. Помним все. То ли бумага, то ли картон, то ли еще что-то. Так. Очередь уже. Поднимай, да, все? С савроку. Классно. Все с автоматами, с фуражками. Он категорифирует. Ну что, пора шашлыки кушать. И Димона искать. Всю площадь закоптили. Шашлыки жарятся, запах стоит, я тебе дам. Такая походная печка. Надо нормальные блюда делать, для них как-то. Позвольте. 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 Шашлыки хоть вкусные? Очень вкусные. Да? Сейчас попробуем. А там что, кашу варите? Пельмени. Пельмени? Вот вообще красавцы, а. В середине Дортмунда. Да. Дорк. 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 Дорк.